МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они проявляют невероятное чувство милосердия, добродетели и, конечно же, уважения. Вместе весело дружить. Это моя первая медаль. Золотая. Я очень волновалась. Десногорские школьники сыграли в бомбинтон. Такой технологии в мире нет. У нас есть уже опытный образец. На Сибирском химическом комбинате создается производство диоксида титана. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В результате происшествия 64 человека погибло, в том числе 41 ребенок. В этот день все развлекательные мероприятия отменены. У ведущего пассажирского перевозчика по городским и пригородным маршрутам нашего муниципалитета сложилось неблагоприятное финансовое положение. О том, будут ли отменены рейсы, в нашем следующем сюжете. Перевозку пассажиров по Десногорску и его пригороду осуществляет народное предприятие «Автотранс». В связи с трудным финансовым положением, которое сложилось в организации, обеспокоенные десногорцы стали обращаться в администрацию города за разъяснениями по перевозке пассажиров. Ведь не за горами весна, а на дачные участки большинство горожан добираются на автобусах. Чтобы развеять слухи и домыслы, мы можем пояснить следующее. Да, наше предприятие в настоящее время находится в тяжелейшем, труднейшем финансовом положении. Совместно с администрацией города Десногорска, департаментом транспорта Смоленской области, мы ищем пути выхода из сложившейся ситуации. В настоящее время перевозка пассажиров осуществляется подтвержденному зимнему расписанию. В связи с неустойчивыми погодными условиями, затянувшейся весной, введение в действие летнего расписания автобусов будет осуществляться, исходя из погодных условий. Введение летнего расписания, естественно, объявляется в средствах массовой информации, объявления даются. И пока в настоящее время волноваться о перевозках на городских муниципальных маршрутах, я думаю, пока не стоит. С 27 марта мы начинаем продажу проездных билетов и движение автобусов по данным маршрутам, пока будет происходить по утвержденному расписанию. В случае изменения в режиме работы ЗАО РНП «Автотранс» информация будет предоставлена дополнительно на информационных стендах и в десногорских средствах массовой информации. Молодые атомщики Смоленской АЭС традиционно проводят весёлые спортивные праздники для детей. В нашем сюжете мы расскажем, как прошли старты в Доме детского творчества. Более 10 лет молодые атомщики Смоленской АЭС ведут шефство над образовательными учреждениями города. В Доме детского творчества они традиционно проводят спортивные праздники, весёлые старты для детей с ограниченными возможностями. На праздники они приходят целыми семьями, чтобы он был ярче и веселее. Ведя уже в зал, улыбка растворяет всё. Встали в круг, посмотрели друг к другу, улыбнулись правому соседу, обняли левого, то есть обыкновенные наши человеческие слова разогревают, если можно сказать так, публику, и начинается весёлая игра. Старты, эстафеты. Все удаются, участвуют и взрослые, участвуют дети. Сближение между собой даже членов семьи, тех же самых молодых атомщиков. Педагоги Дома детского творчества и родители особенных детей считают, что атомная молодёжь проявляет невероятную доброту к детям и уважение к их родителям. Очень важно, что нам устраивают такие праздники, нас приглашают, что всё в городе стараются организовать для таких деток. Это очень здорово и очень положительно влияет на душевное состояние и родителей, и деток. Сами молодые атомщики прекрасно отдают себе отчёт, что подобные праздники создают комфортную среду для особенных детей и воспитывают чувство толерантности в их детях. Сложно переоценить важность таких встреч, мероприятий, потому что чувствуется настроение детей, чувствуется, что им это нужно. И это важно не только для нас, но, я думаю, для всех. Закончился праздник стрельбой из настоящего спортивного оружия по разноцветным мишеням. Одиннадцатиклассницы Мария Шуткова и Александра Судакова приняли участие в конкурсе инженерного творчества по следам Жульверна в рамках проекта «Школа Росатома». Финал проходил с 26 по 28 февраля в городе Железногорск Красноярского края. Задача для девочек была спроектировать и изготовить механическую деталь с помощью 3D-принтера, с чем они отлично справились и заняли третье место. А сейчас спортивные новости. 23 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» состоялись командные соревнования по бадминтону. В соревнованиях, которые стали традиционными в нашем городе, приняли участие спортсмены из четырех десногорских школ. По состязаться в мастерстве пришли 24 девочки и 24 мальчика. Игры проходили в трех возрастных группах. Всего 48 игр. Очередной этап школьных соревнований. Мы проводили уже одиночные категории, потом были парные, мужские и женские. И вот сейчас смешанные категории. Все это впоследствии в следующем году планируем провести общие большие командные соревнования. Смешанные категории, парные и одиночные. Мы рады видеть детей любых возрастов в нашей детской секции на тренировках по бадминтону во второй школе в понедельник-среда в 17.30. Соревнования проходили очень напряженно. Всем хотелось заработать очки в пользу своей команды и получить медали в личном зачете. В результате кубок за первое место в командных соревнованиях получила команда школы номер 4. Второе место у команды второй школы. Третье место в командном зачете получили спортсмены третьей школы. Я очень рад и за то, что занял первое место. Это моя первая медаль. Золотая. Я очень волновалась, когда я ее получил. Соревнования, как всегда, не первый год уже проводятся. Организация хорошая, все на лучшем уровне. Конечно, я рад со своей партнершей, заняли первое место. Борьба была тяжелая, но мы сумели выиграть. Рада, потому что мы старались, мы играли. Было трудно, но мы выиграли. А 24 марта состоялся турнир среди участников бадминтонного клуба «Апрель». Он был посвящен году единства российской нации. В нем приняло участие 33 спортсмена. Победителями стали Елена Переходкина, Элина Шубта, Александр Аникин, Павел Зырянов, Евгения Козлова, Егор Кудрин, Вадим Капустянский, Алина Санталова и Денис Колесников. На сибирском химическом комбинате создается первое в России производство диоксида титана. Этот элемент используется в качестве красителя при производстве красок, косметики и даже пищевых продуктов. Сибирские атомщики разработали собственную технологию получения этого порошка. Этот порошок белого цвета без запаха и вкуса – не что иное, как диоксид титана. Практически незаменимый пигмент в лакокрасочной, полимерной, целлюлозно-бумажной и даже пищевой отраслях промышленности. До сегодняшнего дня он поставлялся в Россию исключительно из-за рубежа, при ежегодной потребности от 67 до 82 тысяч тонн. Но уже в ближайшее время удовлетворить этот высокий спрос будет готов сибирский химический комбинат, входящий в структуру Росатома. Мы создали технологию производства диоксида титана. Такой технологии в мире нет. У нас есть уже опытный образец с чистотой почти 100%, там 99,7%. Наша задача – организовать данное производство в России, которое сегодня не существует. От представленного на Атом Экспо 2017 проекта до создания реального производства прошло меньше года. Уже сегодня на СХК идет завершение монтажа опытно-промышленной установки, на которой будут отрабатываться новые технологические решения получения высоковостребованного белоснежного красителя. Проектная мощность этой производственной площадки оценивается в 10,5 тысяч тонн диоксида титана в год. И сомнений в том, что установка будет загружена на 100%, практически нет. Российский рынок в настоящее время испытывает острый дефицит. И даже вот сейчас на данном этапе уже есть достаточно много предложений от разных предприятий, которые готовы приобрести диоксид титана. Создание производства диоксида титана для Сибирского химического комбината, как, впрочем, и для всего топливного дивизиона госкорпорации «Росатом», является одной из приоритетных задач вплоть до 2030 года. К этому времени топливная компания «ТВЭЛ» и входящие в нее предприятия намерены увеличить общую выручку от неядерных бизнесов до 150 миллиардов рублей. Для достижения этой цели выбраны четыре ключевые направления развития неядерных производств в области химии, металлургии, машиностроения и новой энергетики. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok